Начнём концерт. Аплодисменты слёта Сахновка, который, несмотря ни на что, состоялся. Я очень опасался, потому что, когда Миша Лившиц наметил осеннюю Сахновку, тут же началась война. Когда Миша Лившиц наметил весеннюю Сахновку, мы все, прикнувшись, ждали, но пока всё ограничилось мелким жлобством со стороны наших очень восточных соседей. Так что я надеюсь, что нам всё-таки удастся провести этот слёт, несмотря на то, что у нас немного, выступающих всё-таки меньше, чем слушающих. А это уже замечательный повод, замечательная возможность им выступить, а вам послушать. Я хотел сказать следующее. Если у вас очень громкие рингтоны, то сделайте их потише. Конечно, аппаратура замечательная и громкая, но кто знает, всегда трудно петь авторскую песню, когда из зрительного зала доносится бах. Это первое. Второе. Если вдруг вам захочется подсесть поближе, не стесняясь, подсядьте. Кроме тех, кто любит сидеть на травке, разумеется. Если вам захочется во время песен выбежать из зрительного зала или вбежать в него, или вообще как-то прогуляться по зрительному залу, постарайтесь эти свои чаяния и желание смирить хотя бы до конца песни. Когда песня закончилась, звучат аплодисменты, можно выбегать из зала, можно что-нибудь громко крикнуть, например, «Браво!». А когда песня звучит, надо как-то поменьше в зале отвлекать бедного выступающего. Некоторые, между прочим, волнуются. Вот я, например. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать. На нашем слете, к сожалению, о слете было объявлено довольно поздно, поэтому это сказалось и на количестве зрителей, и на количестве выступающих. Конечно, мы хотели пригласить Юлия Кима, но он договорился завтра попить в другом месте, а сегодня не сможет к нам приехать. Вот. Выступающие будут очень разные на все вкусы, но самое главное, что все интересные. Вот это, с моей точки зрения, основное их качество, объединяющее людей разных жанров и направлений. Начинает наш концерт человек, который в Израиле, наверное, находится менее, чем кто-либо из нас, по крайней мере, менее, чем кто-либо из выступающих. Сергей Дубов из Москвы приехал в Израиль буквально несколько месяцев назад, но мы его с удовольствием заметили и пригласили спеть. Сергей Дубов. Хайфа. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Усни на моем плече среди зимы, Которую так давно торопили вы, Что в снег невидим ты сделал уютный дом. Усни поскори, я счастлив твоим теплом. Усни поскорей, я счастлив твоим теплом. Усни на моем плече среди страны, В которой мы все заложники той шпаны, Что напрочь забыла про детскую боль и грусть. Усни поскорей, я счастлив твоим теплом. Усни поскорей, я так за тебя боюсь. Усни поскорей, я так за тебя боюсь. К которой мы так бесславны и так тверды Что только вдвоем сумеем ее прожить Усни поскорей, нам утром опять стужись Усни поскорей, нам утром опять стужись Усни на моем плече среди любви Которой так мало надо одной любви Любви при одной звезде, при одной свече Усни поскорей, усни на моем плече Усни поскорей, усни на моем плече Усни поскорей, усни на моем плече Это была песня Сергея Никитина на слова Михаила Яснова Следующие две песни тоже будут Сергея Никитина на слова Игоря Доминича И второго автора я к саду своему забыл О том, что снег идет Ну кто еще решится на такое С годами не становишься мудрее Я снова разговариваю с тобою Во всем доверяюсь памяти моей И в прошлом бессловесном И невнятном Я голос твой узнаю наперед Поскольку разговор идет о главном О чем, о чем О том, что снег идет Ну кто еще решится на такое Пожалуй, только мы с тобой рискнем Тебе чуть-чуть любви, а мне покоя А воля остается за бортом Я выгляну, а там Внизу от счастья распутятся От счастья гололек А все же разговор идет о счастье О чем, о чем О том, что снег идет А все же разговор Идет о счастье О чем, о чем О том, что снег идет Ну кто еще решится на такое Обними меня скорее Сколько нам осталось Тихо капает с небес Бессмертная тик-так Жизнь прошла, как нам с тобой Даже не мечтать Жалко только, что чуть-чуть Все-таки не так То ли смысла было в ней Как-то маловато То ли на вкус она была Чуточку горяка То ли была она еще Чуть коротковата Эх, да что там говорить Просто коротка Просто было много слез Смеха было меньше Просто было много зла Доброты чуть-чуть Было много слабких грез Было мало женщин С кем бы можно, как с тобой Хоть последний путь Ладно, ладно, не ревнуй Все мы стали злее Обними меня скорее Да пойдем на рев Поглядим, как ветер рвет Паруса на ревер Посчитаем, сколько в тех Парусах прорей Посчитаем все свои Счастья до несчастья Округлим и, может быть, Выйдет так на так Так что даже если жизнь Вышла лишь от счастья Мы не станем на судьбу Вечер всех собак Мы с тобою поплывем То смеясь, то плачем А когда пересечем Пустоту морей То возможно, что у нас Будет все иначе Обними меня скорее Обними скорее Обними меня скорее Сколько нам осталось Тихо капает с небес Смерная тик-так Жизнь прошла, как нами с тобой Даже не мечталось Жалко только, что чуть-чуть Все-таки не так Спасибо Спасибо Сергею Дубову И давайте еще раз аплодисменты Все-таки это самый новый репетриант Пока У всех наступающих Есть у меня концепция Благодаря которой По которой В соответствии С которой я составлял этот концерт Вначале пойдут родители Многодетных семей Если вы там слышите иногда Радостные крики Это все их дети На сцену приглашается Мария Коломенская Раз, два, три Четыре, пять Добрый вечер Владимир Лансберг И будет снег лететь в окно Кровать из стулья осыпая И тишина придет такая Что слово выдохнуть грешно И лишь глядеть глаза закрыть Как снег ложится и не тает Следы спокойно залетает Того, кто выпал из игры Погаснет мир скупых чудес Рукой неверной нарисован И сразу станет невесомым Все, что пока имеет весть Уйдут, отмаясь в стороне Осиротевшие печали Как их почти не замечали Так вряд ли вспомнят обо мне Ну что ж, пора в недальний путь Подняться, лесенку приставить Нет, не смогу себе представить Чтоб здесь я жил когда-нибудь Но вот видела снег в окно Весь снег небесный только в это В других же окнах будет лето На свете так сведено Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Любовь Захарченко До сих пор я не сильна в географии, Но найду я по земле и воде, Где живут вдали мои фотографии, Сберегая самых близких людей. В городах чужих меня помнят лестницы, От улыбки до касания ног. Прежде чем нажать курок или повеситься, Я поеду и нажму на звонок. Прежде чем нажать курок или повеситься, Я поеду и нажму на звонок. Мне не важно, ананас или смородина, Безразлично мне, какая страна. Там, где плачут обо мне, там и Родина, Я ее всю знаю по именам. Там, где плачут обо мне, там и Родина, Я ее всю знаю по именам. Я очень плохо гитару слышу на сцене. Можно чуть-чуть прибавить? А, монитор. Ага, на сцене, на сцене. Валентин Ерюхин. Отложим на завтра заботы, Которых по гору. Случайный попутчик, Мы только под утро уснем. Под гомом шумящих колес И под шепот вагонный Давай потолкуем с тобой О том и осен. Скажи, отчего ночь порой На исповедь тянет? Как лошадь в буране Находит дорогу домой. Случайным знакомым Бог знает, Какими путями Придут наши души В надежде На свет и покой. Стаканы звенят обуты О, две тихие ноты Окно занавешано снегом Низги не видать Треть века прошло В ожидании людной погоды Боюсь, что теперь Разучился летать Мне б раньше очнуться Хотя бы на долю минуты Мешает оттями надежд Моих нищенский вид И жизнь миновала Пока дожидался дебюта И голос, как прежде Навряд ли уже зазвучит Судьба безмятежно катила Но я был спокоен Когда на запятках дремал С отрешенным лицом И кто ее правил И как же случилось такое Что я не взначально Угодил под ее колесо Сойдешь на глухом полустанке По крышу сугробы И, может быть, вспомнишь о том Через тысячу лет Как ночь коротали И как потеплели мы оба Когда наши души, обнявшись Летели на свет Как ночь коротали И как потеплели мы оба Когда наши души, обнявшись Летели на свет Мария Коломенская На сцену приглашаются Замечательный дуэт Вообще очень приятно Когда появляются Замечательные дуэт А не просто люди, поющие вместе Дуэт тоже семейный Сейчас проживающий в городе Холон Наталья Гершанник Павел Гребенюк Это звук ветра Добрый вечер Раз, раз Добрый вечер Добрый вечер, друзья Мы давно здесь не были В этом замечательном месте Под названием Сахновка Ой Вот Да, вот Быть и многодетным родителем Это вот это значит Что дети выбегают на сцену Вот Но мы вам их еще покажем Потом в конце нашего выступления Мы будем У нас будет уже целый квартет Уже не дуэт А квартет мы увеличились Что ты все секреты Рассказываешь В самом начале Ну, чтобы подготовить людей Потому что это Такой взрыв счастья Что я не уверен Что Все выдержат Все выдержат Ну, первая песня Которую мы споем Она Такая Ностальгическая Она Посвящена нашим друзьям Которые остались в Украине А вот И В общем-то Я только хочу сказать Что Мы сегодня будем петь песни Только Авторство Павла Горбенюка Луна так похожа На дольку лимона Упавшую в чай Ну, что же ты медлишь Наш друг удаленный Давай Отвечай Давай Хоть немного Собою побудем И вспомним Легко Какие мы все-таки Близкие люди Хоть мы Далеко Есть в близости нашей Какая-то тайна Невидимый знак Казалось, что все получилось случайно Но это не так Пусть ложка играет в стакане Не стаката Малиновый звук Прости нам, что мы так внезапно Когда-то сбежали на юг От вечной простуды И северной грусти И любящих глаз И это уже никогда Не отпустит Не выпустит нас И это уже никогда Не отпустит Не выпустит нас Но стоит признаться Наш быт Не мудрён И не худший Исход Хоть странно Под пальмою Вечно зелёной Встречать Новый год Давай-ка От недругов И от недугов Возьмём Выходной Совсем не случайно Мы есть Друг у друга Под этой луной Совсем не случайно Мы есть Друг у друга Под этой луной Барарарапам Парапам 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 Парарам Парарапам Парапам 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 Парарам Спасибо Следующая песня Она У меня такой есть цикл Песни-мультики И вот Одна из Это как раз такая песня Из этого цикла Это как бы такие вот Картинки, можно сказать Живые Называется «Гравитация любви» Где-то в космосе далёком Одинокая звезда С одинокой планетой Повстречалась Ненароком Теперь уже, поверьте Друг без друга Никуда И теперь уже, конечно, им совсем не одиноко Тяжение Оторви Раз космическая сила Нас с тобой соединила Значит, вовсе не напрасно это было Значит, вовсе не напрасно это было Где-то в городе далёком Одинокий человек С одиноким человеком Повстречался ненароком И теперь уже, конечно, не расстаться им вовек И вдвоём уже, конечно, им совсем не одиноко Притяжение Человек-звезда и свет во вселенной И исключений в этом нет Чувства наши Нас с тобой соединят И не страшен Расстояние квадрат На мучение Завещал Исак Ни дом не изменен Тяготение закон Раз космическая сила Нас с тобой соединила Значит, вовсе не напрасно это было Значит, вовсе не напрасно это было Ну известно же, что Если в первом акте висит ружьё Во втором оно должно выстрелить Если здесь гуляют дети Дети Раз-раз Добрый вечер Раз-раз Эта песня, которую мы сейчас споём Она тоже из цикла песни в мультике Такая вот песня называется «Электроны» А в общем, без неё всё понятно Даже не надо ничего объяснять, мне так кажется Провода опять потоком И по ним сплошным потоком Электроны, электроны, электроны Чтобы лампочка горела Не должны сидеть без тела Электронов триллионы, триллионы Они торопятся спеша Весёлою гурьбой И им покоя нет Они торопятся спеша Чтоб мы могли с тобой Включить в партии свет Чтобы чайники вскипали Чтоб утром считали Чтоб трамваи вдаль по рельсам уносили Чтоб звонили телефоны Надо, чтобы электроны Не ленились, не ленились, не ленились Они торопятся спеша На месте им стоять Совсем не в моготу Они торопятся спеша Чтоб мы могли опять Рассеять темноту Спасибо Спасибо Большое спасибо Давайте, Павел, задержитесь, пожалуйста Я хотел объявить тех, кто сейчас выступал Это Павел Гребенюк, Наталья Гершаник И два исполнителя, оставшиеся пока неизвестными Павел Спасибо Павел Внимание Вас было четверо Двоих мы знаем Двоих мы не знаем Алиса Гершаник и София Гершаник Что бы композитор делал без жены Вот второй год Уже, да нет, больше уже Фактически третий год Андрей Копенкин участвует в разных фестивалях И все говорят А теперь выступит молодой автор Андрей Копенкин Через два дня Андрею стукнет такое количество лет Что большая часть нас ему позавидует Можете его после выступления Прегентивно поздравить Андрей Копенкин Хайфа Я думал, ты скажешь, что перестанет быть молодым автором Да Да, покину категорию подающих надежды Да Я помню, что в прошлый раз меня неожиданно, так сказать, обрезали Как это, видимо, тут бывает, да? Вот А я все помню, я был не пьяный И поэтому с той песней начну Нечейный корабль Нечейный корабль, не знающий Бога Уходит к закату, шурша парусами Как в бройлерных фильмах Прямая дорога По струнам, натянутым, меж полюсами И женщина в белом стоит у штурвала Когда-то моя и крылатая нынче Когда солнце в небе светить уставало Ее рисовал Леонардо да Винчи Согласно прогнозам Во всех городах Переменная облачность Осадки по выбору Сыновья телешоу Сублимируют в снах пустоту Озабочность в доверии к лидерам Устали грести По молчим и былом Нам нужны только звезды Раз их зажигают Друзья пьют за нас За вечерним столом На баллад не слагают Нам тысячи лет Мы, как прежде, красивы Увязла земля в болтовне о погоде Войною сменяются корпоративы Где даже поэт Ни к чему не пригоден Нам тысячи лет Мы не помним аккорды Но верим в любовь И в последнюю осень Спасенные лошади Рыжие морды На палубе тянут В растущую просит Согласно прогнозу Во всех городах Переменная облачность Осадки по выбору Сыновья телешоу Сублимируют в снах Пустоту Озабоченность В доверии к лидеру Мы устали грести Мы молчим и былом Нам нужны только звезды Раз их зажигают Друзья пьют за нас За вечерним столом На баллад не слагают Оправдались надежды? Спасибо Я правда Клуб Родео 21 число Послезавтра К сожалению Там кончились столики Ну как К счастью для меня К сожалению Для тех Кто может побудет зрителем Но на баре Все еще можно сидеть Так что приходите Приглашаю в ход свободный Будем петь И поскольку нас Не очень много действительно Но довольно домашняя Уютная спокойная атмосфера Я решил Одну премьеру В свое выступление Попробовать Впихнуть И на вас Потренироваться Спасибо вам за доверие Можно гитару чуть потише В мониторе Чуть-чуть Спасибо Я просил Не дружи со мной Я такой плохой Как герой Мексиканских фильмов Японских манк Она обняла Прижалась Шепнула Хой Я ответил Хой Хоть давно не играю Панк И луна светила ярче Сто тысяч Солнц Стало очень жарко Практически без вина Прорастали рощи На месте чумных болот Отступала пятясь Проклятая война Это не боль Чужая сказка Брусничный вкус Десять лет Утекли в песок Не вернуть назад Все же способ Сказать люблю Не касаясь уст Все же шанс Навсегда запомнить Твои глаза Это не боль Чужая сказка Брусничный вкус Десять лет Утекли в песок Не вернуть назад Все же способ Сказать люблю Не касаясь уст, все же шанс навсегда запомнить твои глаза В предрассветной дымке душит похмельный стыд Превращая в слезы пойманное слово Баснословный клад, что нашли мы, опять зарыт И война вступает опухолью вправа Разойдемся сами, кукушка, по времени Это горечь полезна сердцу, горячишный мед Неужели жизнь коротать предстоит в тени Тех, кто счастье обняв однажды, не отдает Это не боль, чужая сказка, брусничный вкус Десять лет утекли в песок, не вернуть назад Все же способ сказать люблю, не касаясь уст Все же шанс навсегда запомнить твои глаза Это не боль, чужая сказка, брусничный вкус Десять лет утекли в песок, не вернуть назад Все же способ сказать люблю, не касаясь уст Все же шанс навсегда запомнить твои глаза Закончу выступление патриотической песней. Когда приезжаешь в Израиль, я два года здесь, с марта 22-го года, и приезжаешь, говорят, Брухим Абаим, но это некоторое преувеличение. Нет, это не преувеличение, нет. Преувеличение — добро пожаловать домой. Конечно, когда ты только приехал, ты совсем не чувствуешь себя дома. Но я хочу сказать, очень многие израильтяне прикладывают все усилия, чтобы я как можно скорее почувствовал себя здесь, как дома. И большое вам спасибо. Мы встретимся ночью на улице Герцля, где в сумрак впечатана архитектура. Ты выронешь вейп и воскликнешь. Капец, бля, я сразу почувствую стрелы амура. Мы двинемся мимо худых наркоманов, закрытых ларьков, перевернутых баков, бандитских котов, деловых тараканов, напивших нам шишки, табличек и знаков. И если нас кто-то окликнет, Ребята, откуда такие красивые взялись? Ответим, мы местные дядя. Понятно, мы в городе этом всерьез прописались. Мы в городе этом всерьез Прописались мы в городе этом всерьез Прописались мы в городе этом всерьез А утром устроят допросы соседей Купались ли в море, видали спанчбоба, летали с пропеллером Мчались в карете с ослом, петухом и принцессой особо Но мы не ответим, ссылаясь на право молчания Хранить, как цветные налимы Мы двинемся прямо, а слева и справа раскинется город Знакомый, любимый, и если нас кто-то окликнет Ребята, откуда такие красивые взялись? Ответим, мы местные, все же понятно Мы в городе этом всерьез прописались Мы в городе этом всерьез прописались Мы в городе этом всерьез прописались Мы в городе этом всерьез А теперь мне выпала честь пригласить на эту сцену одного из своих любимых авторов Так уж совпало Человека, который тоже приехал совсем недавно, но уже очень крепко укоренился И очень, кажется, пришелся ко двору В израильской авторской песне, в израильской поэзии русскоязычной Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену Соорганизатора нынешнего слета Дмитрия Коломенского Давид, мне нравится этот микрофон Вот я почитаю три стихотворения Так получилось, что на гитаре играть не умею Побавляюсь стихами Девочка Элис Ты помнишь девочку Элис? Те времена, когда все мы так славно спелись Те времена до сих пор над нами висят Памятью сердца, любви, ощущением кайфа Девочка Элис теперь проживает в хайфе Девочке за пятьдесят Где же ей жить, как не в этом шуме и гаме Умной, незлобной, владеющей языками В сером Саранске, царящей матом перми В Липецке липком среди стукачей дворни Где с каждым днем все гаже страшней, тлетворней И не понять, что ждет тебя за дверьми Нет уж, мы эту сказочку знаем с детства Лучше исчезнуть куда-нибудь Смыться, деться Стать где-то там Превратиться в давным-давно Девочка Элиса Пьет свой кофе в кофейне Полдень Орут арабы на хриплой фене Пыльная пальма Смотрит в ее окно Лапы войны Дотягиваются досюда Отзвуком взрывов Вторит звеня посуда Новости страшно скрижищут О телеэкране Но есть различия Меж этой и той войною Это как чистая рана Без грана гноя Элис об этом думает по утрам Кто-то хихикнет Закат Никакого заката Просто порой жизни настолько поката Что не всегда понятно Куда соскользнешь Как бы там ни было Дни сменяются днями Кофе горчит И солнце вверху над нами Режет горбушку неба Как острый нож Девочка Элис Мы все с тобой Не так ли Все, кто творил нетленку Срывал спектакли Все, кто уехал Все, кто вопит распни Все, кто танцует Гремя костьми На погосте Кэлис Порой Макаревич Заходит в гости Вспомнить Былые дни Вот это все стихи Которые я с гарантией Не читал На прошлой сахновке Потому что они написаны позже Вот Единственное, чего я не учил Так это ветра Надо было писать стихи На глиняных таблетчиках Учить не надо То есть нет, может и надо Но я не трачу на это время Мне почему-то не ухудрят Может быть, мне больше и не вспомнится Этот день Поскольку в день иной Апокалиптическая конница Пригибает небо надо мной Сумерки зловещие и ранние Смрад войны стоит со всех сторон И является воспоминание Словно провожатый на перрон Время так лекарственно Когда его Выпьешь в меру Подсластив едва Мастерская Лазаря Гадаева Предкромешный год Июль, Москва Конница далече И поэтому За столом Под белую стеной Мы сидим С любезными поэтами Вместе И с красавицей одной Говорим про всякое и разное Выпиваем за любовь морковь И вино у нас Всего лишь красное Не напоминающее кровь У поэтов радостные бороды У красавицы в очах звезда Хрип искрежет суетного города Не способны проползти сюда Кутереме с ее помойной давкой В этот дом заказаны пути Михаил уходит за добавкой Миша знает, где ее найти Он шагает улицами, скверами К ясной цели через мат и муть Раздвигая грязная и серая Хмуро заступающая путь Вот идет назад он Улыбается Всех на свете больше и светлей В звон в его авоське Заливается веселей, чем благовест церквей Над столом колышется вселенная Полная глубин и естества И уже не страшная и тленная За стеной раскинулась Москва Низенькая, старая, незлобная Безмятежно спящая в раю Не разбившая о гордость лоб Но я, в общем, не об этом говорю Я о том, как прошлое кромсается На фрагменты, лица, имена Где поэты те, где та красавица Где я сам, где город, где страна Я о том, что тягостными корчами Мучен век, понос, блевота, слизь И не вспомнить, чем тогда закончили И куда под вечер разошлись Я о том, как в крифе в кось затвержены Нами дни, мгновения, года Жизнь, которая не будет прежнюю Быть, который выбыл навсегда Лишь горчит под ледяной опушкою Памяти сегодня, как вчера Силуэт Гадаевского Пушкина В глубине соседнего двора Человек к человеку кошка Свинья, змея Белый лист, пустыня Бессонница, плынья Человек к человеку Черный квадрат, метель Мелкий бес, постель Монумент и опять постель Человек к человеку Бесчисленный ворох слов Проползающих мимо Мерцающих из углов Выгибающих спину Шипящих, спящих в грязи Облепляющих обувь слепящих И в этой связи Непонятно, неясно Никак не возьму я в толк Человек к человеку кто? Неужели волк? Человек к человеку пишет Достал, уходи У меня от тебя изжога Озноб в груди Озверенье, неприходящее чувство Стыда, ты беда моя Нет, ты хуже Нет, ты беда Человек к человеку звонит Ты чего? Ты где? Я тут вся извелась Я искала тебя везде Приходи, согрей Я продрогла на этом ветру Без тебя я умру, ты слышишь? Умру Человек к человеку Дерево, дом, семья Человек к человеку Кошка, свинья, змея Полынья, пустыня Стук двери Дверной глазок Прекрати, ты слышишь Послушай Еще разок Черный мрамор Якорь Бабочка Стрекоза Человек к человеку Голос Рука Глаза Злой ноябрьский вечер Апрельский простор Теплынь Колокольчик Полынь Цикорий Звезда Полынь Человек к человеку Лошадь Овца Осел Человек Человеку В общем Вот это все Спасибо Я с радостью Прекращаюсь Из человека читающего Стихи В человека объявляющего Сейчас на сцену Выйдет Замечательный Гитарист Замечательный музыкант Замечательный композитор Борис Шахнович Который кроме Вот всего того Замечательного Что я перечислил Смотрите Видели Он ходит Не просто так Он проверяет Он замечательный Соорганизатор Этого фестиваля Помогающий Во многом И очень многим Борис Шахнович Я его вот так Добрый Ой Спокойно Технологии рулят Не, не, не надо Все у меня Да До чего дошла техника Ага Все Спасибо Вот меня так расхвалили Даже приятно На стихи Михаила Юдовского Друг мой Не надо слов Мир наш Едва зачат Десны колоколов Медию Медо дочат Вечные сны Разлук Вечные Псы Комет Пробуют Свет На звук Пробуют Звук На свет В этом Зрачке Пустом Родственном Тишине Шествуем Как с крестом С родиной На спине Теплую Словно хлеб Горькою Как полынь Был поводырь Наш слеп Чаши Небесный Синь Вылив На рек Стекло Время Пускалось Вброд И по усам Текло Не попадая В рот Друг Мой Не надо слов Мир наш Едва Зачат Десаны Колоколов Медью Медоточат Друг Мой Не надо слов Мир наш Едва Зачат Десны Колоколов Медью Медоточат Спасибо И еще Тоже на стихе Михаила Юдовского Прощание с городом Льеж Половина дождя Тебе Половина мне Хочешь Ешь Его Хочешь Ешь Его Хочешь Орежь На кусочке Струй На прощание По спине Нас Ладонью Мокрую Хлопает Город Льеж Он Сжимает Пространство Прижавшись Стена К стене Отражением Разбитым Падает Нам К ногам Половина Пространства Тебе Половина Мне Мы Растащим Его По Разрозненным Берегам В отдалении В утупляющей Тишине Будем Дальше Жить От Бессмертия От Бессмертия Ждать Вестей Половина Бессмертия Тебе Половина Мне Если Можно Бессмертия Склеить Из Двух Смертей Половина Дождя Тебе Половина Мне Половина Бессмертия Тебе Половина Пространства Тебе Половина Мне Половина Бессмертия Тебе Половина Мне Если Можно Бессмертия Склеить Из Двух Смертей Половина Половина дождя тебе, половина мне, половина дождя тебе, половина мне. Борис Шахнович, еще раз ваши аплодисменты. Есть люди, на которых держится фестиваль. И эти люди часто незаметны, но, правда, в фестивале без них бы не состоялась и более один из них. Если вам не хватает хорошего настроения, если вам не хватает позитива, если вам не хватает экзотических мелодий и ритмов, зовите Аллу и Геннадия Виксманов. Все это у вас будет. Алла и Геннадий Виксман и Кириат Моцкин. Здравствуйте, Анна. Со своими зажигателями. Ну вот, дорогие друзья, ура-ура, наше жаркое израильское лето наступает. И вот какое лето традиционное, такие традиционные зажигательные песни сегодня будут. Мы серьезно подойдем к делу. Да, мы сегодня решили наоборот. Ломаем стереотипы. Без лишних слов. Борис Вахнюк, Дмитрий Бекчентаев. Про нас. От Рождества Христова, от Понтия Пилата, до века Золотого, Володи и Пулата, до доброго злого, с истока до предела. В начале было слово, но прежде было дело. Сквозь время шли пророки, прозрачные от жажды, чтобы вбирали строки, свершенные однажды. И если мы нам нужно хоть что-то извояли, то только потому, что на их плечах стояли. С заката до рассвета, как пахари пахали, а подверали где-то, так вы-то безгрехали. Зато взойдя на сцену, где взлет не нами начат, себе мы знали цену, не ту, что нам назначат. Нет, стих он, не бумажка, а путь, что крут и светел, его нам, шустрый Сашка, пером гусиным метел. От Рождества Христова, от Понтия Пилата, до века Золотого, Володи и Пулата. А следующая песня, самая наша любимая тема, про любовь. Про любовь автор... Одни из самых наших любимых и авторов, и исполнителей, и вообще друзей. И просто друзей. Автор Андрей Колесников. Ты храни в душе полочку для чуда, уголок для счастья, ларчик для любви. Можно долго ждать вещего конверта, верить, что по вере выпадает счет. Ведь не зря творцом путь наш предначертан, и тебя однажды к ней он приведет. Она живет рядом по соседству, просто не сложилось знать ее тебе. Но замрет душа и подскажет сердце вмиг, когда ты встретишь взгляд ее в толпе. Но замрет душа и подскажет сердце вмиг, когда ты встретишь взгляд ее в толпе. Ты храни в душе полочку для чуда, уголок для счастья, ларчик для любви. Ты храни в душе полочку для любви. Ну и самое время ее вспомнить еще раз. Абсолютно самое время. Тем более, что в этом году юбилей с автором моего по музыке. А текст, я думаю, многие из вас спомнят. Ты звенишь, как напад, странное название. В небе звезды зажглись, озарив меня. Ах, шаббат мой, шаббат, ты мое призвание. Наступаешь всегда на исходе дня. Ах, шаббат мой, шаббат, ты мое призвание. Наступаешь всегда на исходе дня. В этот день получай только удовольствие. Ничего тяжелей, рюмки не бери. Ах, шаббат мой, шаббат, ты глоток спокойствие. О работе забудь дня на два, на три. Ах, шаббат мой, шаббат, ты глоток спокойствие. О работе забудь дня на два, на три. Состояние в душе словно снял берегия. Но стихи из меня льются, как вода. Ах, шаббат мой, шаббат, ты моя религия. Ты и радость моя, и моя беда. Ах, шаббат мой, шаббат, ты моя религия. Ты и радость моя, и моя беда. Ах, шаббат мой, шаббат. И как-то существование вокруг песни, что они там приезжают в соседние города спеть буквально две-три песни. Вот один из таких людей, это Иосиф Долгой, город Решен-Алицелон. И мы с удовольствием приглашаем его сюда на сцену. Иосиф Долгой. Иосиф Долгой. Иосиф Долгой. Добрый вечер. Этот год юбилей. Наверное, сегодня будут многие об этом еще вспоминать. Юбилей у многих наших любимых бардов. Иногда даже проводятся специальные концерты для этого. Но поскольку времени не так много, то на всех даже не хватает концертов. Я все-таки хотел бы вспомнить Евгения Клячкина сегодня. Песня называется «Таня». Неведомо как за незримой иголкой Крадется незримая нить. И мне этой женщины хватит надолго. Ах, только бы все сохранить. Ах, только бы легкие пальцы летали Над сумрачным нашим житьем. Ах, только бы незримые дыры латали. Ах, только бы незримые дыры латали Волшебные руки ее. А ниточки этой, как на пуповине, Единое кровью дышат. Два сердца, сплетенные по сердцевине, Они и зовутся душа. А если дыхание и тело едины, Понять не составит труда, Мы необходимы и неразделимы, Мы неразделимы и необходимы, И это уже навсегда. Не верю богам во второе рожденье, Не в скорый праведный суд. Надежда одна, что в последнем паденье Летящие руки спасут. А если им не дадут тянуться, Или силы не хватит крылам, Спасибо судьбе, что смогла улыбнуться, Спасибо судьбе, что смогла улыбнуться И жизни за то, что была. Ну и юбилей Юрия Висбора, разумеется, Нельзя пройти мимо. Мы вышли из зоны циклона, Из своры штормов и дождей, У всех появилась законно Одна из бессмертных идей, Граненых стаканов касанье, Как славно друзья уцелеть, Оставил циклон на прощанье Лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье Лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил И души злодеей закружил, И каждую нашу потерю Из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, Сидим мы всю ночь напролет, Поскольку спасти наши души Никто кроме нас не придет, Поскольку спасти наши души Никто кроме нас не придет. И с нами в моряцкой одежде Суровых мужчин посреди Добрейшая дама надежда, Как все со стаканом сидит, Не вписана в роль судовую, Паек здесь имеет и кров, Ведя свою жизнь трудовую Среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую Среди в основном моряков. Так весело мы отдыхаем, Глаголу рассудка не вняв, Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв, И вилку стальную калеча В любовь нас свою посвятит, И чтобы писать эти речи Не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, Мне в меру был весел тогда, Когда поживал, полагая, Что ты не такая беда, Что вольным плыву кочегаром Семь бед оставляя вдали, Слегка задевая гитарой Замерить Дианы земли. Слегка задевая гитарой Замерить Дианы земли. Рассвет на красивости падки Встает перед днем трудовым, Друзья мои в полном порядке Храпят по хаютам своим. Циклон удалился на сушу, Оставив пейзаж на столе, И спиртом промытые души, И вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, И вмятину в правой скуле. Спасибо. Иосиф Долгой, который, видимо, беспокоится, Что кому-то не хватит времени, Мог бы спеть и третью. Но он уже отвлекся. Замечательный поэт Евгений Израильский. Город Минск, ныне город Хайфа. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это я. Небритый и худой, Иду беседу с зеркалом разбитым, Про то, что занят всякой ерундой, В простонародье нареченной бытом. Про то, что кран с холодной водой Гудит. Про то, что в доме паразиты. Про то, что я, небритый и худой, И жизнь течет, и зеркало разбито. Да ладно, бог с ними зеркало. Про то, что счастья нет, Но это между нами. И лишь мужик, небритый и худой, Молчит и в такт мне шевелит губами. Пойду схожу в соседний гастроном, Душа не может вечно быть в аскале. Куплю колбаску, хлебушек, вино, И выпью с мужиком из зеркаля. Жизнь лоскотик мирный, Больше ни на нити. Раскраишь неверно, некого винить, И когда-то порщит, сам тому виной, Сам себе закройщик, сам себе партнер. Ничто не вечно под луною, Волна сменяется волною, И жизнь меняет интерес, И наше дело смотреть по корне, Как жизнь накатывает волны На волнарез. Амин. Зарастает память, Зарастает, словно пруд В заброшенном саду. Если я ее перелистаю, Много интересного найду. И, читая записи минувших дней, Что были прожиты любя, Улыбнусь, случайно обнаружив Чистую страничку для тебя. Обычный день, обычные дела, Проснулись птицы, Суетятся люди, Газеты почтальонка понесла, В которых нет ни новостей, ни сути, Шумит детей веселая гурьба, Гремит трамвай, Железные колеса, Тринадцатая пятница, Судьба скучая поджигает Берлиоза. АПЛОДИСМЕНТЫ Довольно хлопаем в ладоши, И поправляем образа, Чтоб миновали нас ненастья, И все считаем, Что слеза в лампадку Капнула от счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ Люди, люди, Лес дремучий, Непролазный бурелом, Кто-то кручен, Кто-то сучен, Кто-то вовсе наизлом, Старанюсь и тех, и этих, Не остаться бы без глаз, Вроде тропочку приметил, Да и та оборвалась, Не до шуток, Не до смеха, Заплутал уже давно, Люди, люди, Только эхо отзывается одно. АПЛОДИСМЕНТЫ Все закончится листопадом, Мелким дождиком обложенным, И окажется, что награды И регалии не важны, А важнее всего на свете час, Когда над твоей судьбой Отыграет Шопена ветер, И душа поспешит домой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это был Евгений Израильский. В такой довольно тесной географии Израиля Есть у нас участники, Которые, по-моему, Живут ближе всех сюда. Отсюда. Сюда. Отсюда. К этому месту. Это Фаина Судкович и Екатерина Удальдует Судоку. Город Афула. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Практично. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Двадцать минут в ходу, И мы дома. АПЛОДИСМЕНТЫ Отсюда так смотрится даже побольше народу. Ну да. А микрофон работает? Я что-то его так себе слышу. Подожди, дай я что-нибудь скажу. Давай. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот такая я теперь, смотри, Замер мой крылатый зверь внутри. Не чудит, не бьет крылом в полет, Лишь по сердцу коготком скребет, Не бунтует и не рвется вдаль, Не горит во мне огнем, а жаль. Вот такая я теперь, и что? Мне бы верить только не во что, Мне бы плакать и смеяться, Но не грущу и не смеюсь давно, День на день похож, А ночь на ночь, и дышать, и не дышать, Не в мочь. Вот такая я теперь живу, Не летаю, не бегу, Плыву, выплываю, И наверняка продержусь, И поживу пока. Алый парус вздрогнет на ветру, Я его со всех картин сотру. Нет, я его со всех картин сотру. Я не зря сказала про 6 октября, Такие песни, которые появляются заранее. Вот. А сейчас поем практически премьеру песни. Она была написана прошлой осенью, А на Сахновке спеть ее не получилось, Потому что Сахновки не будет, А ждать до следующей осени неохота, А черт знает, что там будет осенью. Поэтому мы споем не совсем по сезону, Но тем не менее. Вот иди и смотри, Вот иду и смотрю, Подбираю слова К своему сентябрю, К своему словарю Подбираю духи Побрякушки, Чулки и стихи. Невелик мой багаж, Все, что нужно со мной, Все, что радует сердце В сумме за спиной. Я иду и смотрю, Как меняется свет В том краю, Где меня уже нет. Пахнет августом лето И жмется к ногам, Я поглажу его По пушистым стогам Укачаю И летние слезы утру, Теплый дождь Поутихнет к утру. Август ходит за мной, Как игривый щенок На веревочке свитой Из времени впрок Он бежит беззаботно, А мне каково, На кого я оставлю его? Время тоже порой попадает в просаг, Прячась в будущем, Словно кукушка в часах. И спешит, и летит, Забегая вперед, С глаз долой За крутой поворот. Только хочешь, не хочешь, Иди и смотри, Как сентябрь зажигает Свои фонари. Я готова, я снова Иду и смотрю, Подбирая слова К сентябрю. Вот иди и смотри, Вот иду и смотрю, Подбираю слова К своему сентябрю. Я иду и смотрю, Как меняется свет В том краю, Где меня уже нет. А, я так и играю без шнура. А чего молчите? Главное, что, Катя, я думаю, что-то мне не хватает. Что-то там я прообещала вообще, ни на каком фоне они напечатали. Все, да. Давид! Ну что? Вот. А эту песенку мы пели на прошлой весенней Сахновке. Но решили ее повторить. Потому как, когда мы пели, все уже так замерзли, что почти никто и не остался. На блондинок вырос спрос, Буду в тренде значить. Но сменивши цвет волос, По мозгам не плачут. Диалектика молчит, Не приходя в сознание. А душа моя кричит Блондинские страдания. За фигурой я слежу, И что была за ужина. Каждый день гулять хожу, Сразу после ужина. Лень свою, ревозмогая, Выхожу и топаю. Но не худею, нифига я, Видно, много лопаю. Вот придумала худеть, И дружусь, как пчелка. А мне бы сесть да посидеть, Семечков пощелкать. Нет, пойду считать шаги В уме и без запинки. Ведь не даром есть мозги Даже у блондинки. Наварила я борща С говядиной по стольнику. Позвала товарища, Чтобы стал любовником. Съем, сказал он, милая, Останемся друзьями мы. Ох, видать, сварила я Божь неусвояемый. Шла я как-то по лесу Медленной ходьбою Страхового полиса Не взяла с собою. Вот племневый полис был На лесной дороге. Сразу побежала бы Я ломая ноги. Вижу тень наискосок, Ох, что-то там нечисто. Из куста торчит кусок Экспецианиста. Но кусок был так себе И прошла я мимо. Потому что при ходьбе Я непоколебима. Наварила я борща С говядиной по стольнику. Позвала товарища, Чтобы стал любовником. Все зажрал и говорит, А давай борща еще. Еще? Ну, буду, Буду завтра борщ варить. Я с другим товарищем Я худела целый год, До счастья не добыла Я была как бегемот, Теперь как крокодила То и то бесперспективно И матом трехэтажно Бегемотом быть противно, А крокодилам страшно Напарила я борща С говядиной по стольнику Позвала товарища, Чтобы стал любовником. Он в ответ нехило бы Выпить, как товарищи, Пыли дали голубы, Но не возбуждающий. Подбирала я себе Мужичка по профилю, Чтобы был не так себе, А знал бы философию. Если скажет он по-снопски, Не права, мол, вроде я, Я отвечу философски, И это демагогия. Поварила я борща С говядиной по стольнику, Позвала товарища, Чтобы стал уже любовником. И он борщ и говорит, Что нет любви до гроба. Бред, не буду борщ варить, Я этим долбоебам. На блондинок вырос спрос, Буду в тренде, значит, Но сменивши цвет волос, По мозгам не плачут. Не тросни меня, мужчинка, Не смогу сдержаться я. Не смотри, что я блондинка, Это декорация. Не смотри, что я блондинка, Это декорация. Раз, еще раз. Дорогие друзья, я хотел сказать вам, Что искусство составления программы концерта, Оно требует массы времени, массы сил. То есть за несколько месяцев, можно сказать, до фестиваля Подбираются кандидатуры участников, Рассматриваются эти кандидатуры. Отбрасывается все ненужное, С трудом приглашается все, Кого хотелось бы послушать. Не все приезжают. Ну, вы понимаете, Это просто такой глобальный процесс. Поэтому вот сейчас, встретив прямо здесь, На фестивальном поляне, Замечательную актрису Анну Гланц-Варгулис, Я тут же пригласил ее в концерт. Анна Гланц-Варгулис, город Аждот. Беги, беги, ты уже здесь, ты уже здесь. Беги, Мальволю. Так нормально? Раз, раз. Тима, мне высоко. А вот так. Слышно меня? Да. Всем здравствуйте. Шаббат шалом. Ну, во-первых, я пользуюсь случаем Поздравить всех с наступающим праздником Песох. Желание у нас у всех одно. И я очень надеюсь, что оно сбудется. Я первый раз на этой сцене. Вообще, я такой любитель бардовского творчества, Но не участник. Я не пою, на гитаре не играю, Ничего не пишу. Я актриса. Поэтому я вот первый раз тут в таком качестве. На фестиваль езжу постоянно много десятков лет, А вот на сцену не выходило никогда. Много раз выходило на сцену, другие, но здесь ни разу. Вот Дмитрий меня поймал, буквально схватил, говорит, Ты в концерте. И я была совершенно не подготовлена. Поэтому экспромт. Надежда Тефи. Монолог демонической женщины. Демоническая женщина Отличается от женщины обыкновенной Прежде всего манерой одеваться. Она носит Черный бархатный подрясник, Цепочку на лбу, Браслет на ноге, Кольцо с дыркой для цианистого калия, Который ей непременно пришлют во вторник, И портрет Оскара Уайлда на левой подвязке. Носит она также и обычные предметы Дамского туалета. Но только не на том месте, Где им быть полагается. Так, например, пояс Демоническая женщина наденет Только на голову. Серегу на лоб или на шею. Часы на ногу. За столом демоническая женщина Ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест. Кавалеру, провожающему ее с бала И ведущему томную беседу Об эстетической эротике С точки зрения эротического эстета, Она вдруг заговорит, Вздрагивая всеми перьями на шляпке. Скорее, дорогой мой, Скорее едем в церковь. Я хочу молиться и рыдать, Пока не взошла заря. Церковь ночью заперта. Любезный кавалер предлагает рыдать Прямо на паперте. Но она уже угасла. Она знает, что она проклята. Что спасения нет. И покорно склоняет голову, Уткнув нос в меховой шарф. Почему? За столом, уставленным всякими вкусными штуками, Она отводит глаза, Влекомые и неодолимые силы К заливному поросенку. Марья Николаевна, Говорит хозяйке ее соседка, Простая, не демоническая женщина, С серьгами в ушах, А браслетом на руке, А ни на каком другом месте. Марья Николаевна, будьте добры, Дайте, пожалуйста, вина. Демоническая женщина Уляжется всей грудью на стол И, глядя в пространство, Завопит. Вино! Вино! Да! Дайте мне вина! Я хочу пить вино! Дайте мне вина! Я хочу пить вино! Я вчера пила! Я третьего дня пила! И завтра! Да-да! Я завтра тоже буду пить! Я хочу! Хочу! Хочу вина! Собственно говоря, Что здесь трагического? Что дама три дня подряд Потихоньку выпивает? Но демоническая женщина Сумеет так обставить дело, Что у всех волосы на голове зашевелятся. Пьет! Какая загадочная! И завтра, говорит, Буду пить! Начнет закусывать простая женщина, Скажет, Марья Николаевна, Будьте добры, Дайте, пожалуйста, селедки. Люблю лук. Демоническая женщина Закроет глаза рукой И заговорит истерически. Селедка! Да! Дайте мне селедки! Я хочу есть селедку! Селедку! Я буду есть селедку! Это лук? Да, лук тоже, давайте. Я хочу селедку, Лук, лук, селедку. Я хочу всего, всего. Скорее, больше! Смотрите все! Я ем селедку! Собственно говоря, Что происходит? Ну, разыгрался аппетит, Потянуло на солененькое. Но какой эффект? Не надо оставлять ее сегодня Одну ночью. Потому что она, тем не менее, Застрелится этим самым цианистым калием, Который ей пришлют во вторник. Бывают некрасивые, неприятные минуты в жизни, Когда простая женщина мнет в руках носовой платок И говорит, Знаете, Мне ненадолго, Немножко, Всего 25 рублей. Я надеюсь, Я надеюсь, что Завтра или во вторник Я смогу отдать Демоническая женщина Широко раскроет глаза И посмотрит вам прямо в душу. Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Я хочу, чтобы вы Да-да, Именно вы Дали мне Сейчас же Я этого хочу, Вы слышите? Чтобы вы Дали мне Сейчас же 25 рублей Да-да, Именно вы Именно мне Именно сейчас же Именно 25 рублей А теперь уходите 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 Не оборачивайтесь На всю жизнь Уходите На всю жизнь Истерический смех должен потрясть все ее существо, а точнее оба существа, ее и его. И он, потрясенный своим существом, даже не заметит, что у него просто перехватили четвертную без отдачи. Вы знаете, она сегодня была такая странная, просила, чтобы я не оборачивался. Наверное, она полюбила меня. Тайна. Анна Гланс-Варгурис. У нее двойная фамилия, как положено, актрисе. Следующий наш участник выступает не так уж и часто, а хочется, чтобы он выступал как можно чаще. Потому что Никита Козлов как-то удивительно умеет прочитывать песню, удивительно умеет вслушаться в ту песню, которую он поет, и передать ее от своего лица. Никита Козлов. Это самый высокий участник нашего концерта. Владимир Завгородний. У девушки Дженет не было выбора. Ей нужно было спасать своего возлюбленного, рыцаря-эльфа Темлина, из плена королевы-фей. А спасать его таким образом, обнять и не выпускать из объятий, во что бы королева-фей его не превращала. Я темлин, я рыцарь зеленой страны, Всего, что ты видишь, и справа, и слева. Я страж, но и довольна моя королева, Две тысячи лет от весны до весны. Я втянут в легендами сотканный мир, Я вечность тащу, как по житке калека. Я эльф, но когда-то я был человеком, Верни меня к людям, спаси, обними. Срыви меня с этого вихря коня, Пусть в рот королевы от весовы запенится. Но, женой, мое золотое деревце, Не отпусти меня. Я темлин, я рыцарь некошенных трав, Несорванных роз и нетронутой грусти. Моя королева меня не отпустит, Жестокими чарами не исхлестав. Будь ящером молвит, и вот я прыщав, Когтисты хвостат без застенчивых гадок. Вползаю в тебя, в глубину этих складок, Вызвучены платья, вызывы, плаща. Но пусть даже плача, проняй и кляняй, Пусть без надежды, что все переменится. Но, женой, мое золотое деревце, Не отпусти меня. Я темлин, я рыцарь дерев и кустов, Возорох качается, их отражение. Я слава, я устал, удержи меня, Джен, Моя королева чинит колдовство. И вот, погружаясь в закрятие жуть, Ползучей змеей, без намека на жалость, Ползаю в тебя, вонзаю в тебя, Своё горькое жало бетлёй, Обвив тебе шею и кровь. Думаю, зубь ядоносный, Нища одна казня. Вот, вот и достанет до самого сердца. Вот, жене, мое золотое деревце, Не отпусти меня. Вот, жене, мое золотое деревце, Не отпусти меня. Здесь, в этих местах, скрыты дима чертоги, Когда-то забрёл сюда странник убогий, И вечной печали нектар пригубил. А дым колдовской всё клубится вокруг, Железной плитой раскалённо шибящий, К тебе прикипаю, И шаром разящим сжигаю лицо, Излученный рук. Но, видишь, Расдвинулась ночи к лишням, И всё из металла крылатая деньница. И всё из металла крылатая деньница. Не отпусти меня. Не отпусти меня. И живу не без денег С измученной, Милой, Стареющей Дженет. Средь шумного стада людей И овец. Но, что так больно и горько дышать, Когда, протеляясь сквозь сады и посевы, Толь и влогий голос, Толь плач королевы Зовёт, не даёт, ни работать, ни спать. Подковой ночной дорогой ночною Подковой звенят, И света замковышка уже не виднеется. Лучше нет моё золотое деревце, Не позабудь меня. Владимир Музыкантов. На стене засушенные розы, На столе грузинское вино. Я один, я жду метаморфозы, Как лесная бабочка весной. Тёплый воздух не уходит с кухни, Всем законам физики назло. Здесь живут застенчивые духи, Тени мыслей, отголоски слов. Днём в толпе, в присутствии, На службе. Их не слышно и не мудрено, Но теперь они по праву дружбы Тыничут мне гитару и блокнот. Можно лечь, укрывшись с головою, И не слушать эти голоса. Можно быть, как волки ночью вою, Можно быть собой хоть полчаса. Просто так, ну, ради любопытства Отдаюсь вам власть кромешных дун. Запах серый, узкое копытце, Не зови, я сам к тебе приду. Скрипнул тормоз, стукнула калитка, Ожи грани, ухнула крыльцо, Сотворю последнюю молитву И надену чёрное кольцо. Это ты напрасно, дорогая, Не вернётся прошлогодний снег. Да, любили, да, и с немогами Жаль, боль, бабочка в огне. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А ПЛАДИСМЕНТЫ А Куджаво… АПЛОДИСМЕНТЫ Близко остаётся идти до тебя, Отправляется нежность на приступ Своих тихих трубах трубя. И по родной бабатальонам Льётся в душу она, скрича, И её голубые знамёна На твои упадают плечами. Знаешь, Аля, на улочке этой, Где старинные стынут дома, В поединках сходились поэты, Гимназистки сходили с ума. Продолжается жизнь и движение, Вдоль паулочки век не почат. Продолжается листьев круженье, Габлучки по асфальту стучат. И за щедрою твоей рукою Что-то пресжится мне впереди, И в груди назревает такое, Что уже не хватает груди. Да, опоздал. Никита Козлов. Еще один. Ну, не то, что неожиданный участник концерта. Вот когда видишь Потаню, сразу хочется ее пригласить в концерт. Иду я здесь по поляне и вижу Потаню. И, конечно же, не сдержался, пригласил в концерт. Потаня. Не нужно объявлять твое истинное имя. Оно сакральное. Светлана Шинкарь. Нет, я без подключки. На работе 76-20. Добрый вечер. Добрый вечер. Ужасно рада всех видеть. Я спою первую песню чилийского автора Виктора Эредия в переводе на русский язык «Тики Шельен» из города Барна. Песня называется «Собра Вивьенда», что переводится как «Давайте выживем, народ». Синдром первой строчки. Да-да, что? Спросили меня, как ты жил-то, меня спросили. Просто я выжила, братцы, просто я выжила. Тысячу раз написал я песню об этом, Как некто, дарящий смерть нашей планете. Делает бомбы дроны, ракеты. Столько дерьма, чтобы всех убить поскорее. А я все равно не сдамся, я уцелею. Те, кто был в шаге от смерти, они уцелеют. Безгомные, грустные, странные кино уцелеют. Собра Вивьенду. Собра Вивьенду. Собра Вивьенду. Собра Вивьенду. Мне не до смеха, давно уже не до смеха. А раньше-то я смеялся, смеялся в волю. Горькая память мне разрывает сердце. Как улыбаться, когда внутри столько боли. С паха на горе, наша планета. Хочется улыбнуться, но нету силы. А когда-то я был веселым, я был красивым. Как сосны в июльский полдень, я был горячий. Мне повезло, я выжил, это удача. Собра Вивьенду. Собра Вивьенду. Собра Вивьенду. Этого мало просто случайно выжить. Я сам решу, когда умрет этот тел Жаркою красную кровью полны мои жилы И жить мне, честное слово, не надоело И я оставлю след на планете Если когда-нибудь эти скоты и звери Выйдут по родам за мир и любовь повсюду То-то я посмеюсь, наблюдая за ними Как же смеяться над этим цирком я буду И даже если сейчас мы едва живые То все же живые Собревивививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививив Следующая песня Она для наших маленьких слушателей Стихи Эдуарда Успенского Музыка моя Как обычно у реки В ночь сгущались сумерки Где-то там они ютились Потом взяли и сгустились Один сумерк маленький Не хотел сгущаться А остальные сумерки Стали возмущаться Ах ты такой, ах ты сякой Нам опор дешевечера над рекой В общем так, давай сгущайся Иди с жизнью прощайся А он не сгущается Все больше возмущается Не кричите на меня Вы в подобном тоне Я и сам почти полдня Просидел в бедоне Долго беседа бы это велась Но неожиданно ночь началась И там, где сумерки не сгустились Там две звездочки засветились Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потаня Она же Светлана Шинкарь Город Ревосалим Записываем Ниша около ролевой песни У нас заполнена Вот, а следующий наш участник Знаете, я Фамилия у него такая непримечательная Для Израиля ну просто непримечательная И меня обычно так спрашивали А ты уже с Коганом знаком? И это стояло мне в тупик Поскольку я со многими Коганами знаком Потом выяснилось, что имеет в виду Все-таки Александра Когана И когда я с ним познакомился То я очень порадовался Этому факту Теперь на вопрос Стоит ко мне подойти и спросить А с Коганом ты знаком? Я уверенно отвечаю Да Александр Коган АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, ты с подключика Александр Коган? С подключика Да, а я теперь знаком с Коломенским Здравствуйте Добрый вечер Продолжил чуть-чуть Ролевую тему Поднятую по Тани Но небезызвестный стих Игоря Иртеньева Про рыцаря Ох, хорошо звучит За высоким, за забором Гордый рыцарь в замке жил Он на все и всех с прибором Без разбору положил Не кормил казну налогом На турнирах не блистал И однажды перед Богом Раньше времени предстал И проволил Седержитель Смерев взглядом гордится С чем явился ты в обитель Из тесущего отца Есть каналы По которым До меня дошел сигнал Что ты клал на все С прибором Отвечает рыцарь Клал Клал на ханджинский Докору На ублюдочную власть И отпинным секулером Собираюсь дальше Класть сохранить Рассудок можно В этой жизни Только так Брянно плоть Искусство Ложно Страсть продаж На мир бардак Не привыкший К долгим спорам Бог сказал Ну что ж иди Хочешь класть на все С прибором Что ж Поделаешь Клади Отпускаю Дерзкий сыне Я тебе горды Не грех С чистой совестью Отныне Можешь класть На все И всех И над всем Визит свой К Богу Гордый рыцарь Завершил И в обратную Дорогу Подмоившись Поспешил И в земной Своей ее долей До седых Дожив годов Исполнял он Божью волю Не жалеючи Трудов За высоким За забором Гордый рыцарь Дальше жил Клал Клал на все И всех С прибором Клал на все И всех С прибором Клал на все И всех С прибором А вернее Его Ложил Недавно, 14-го числа, прошу прощения, был день рождения еще одного замечательного человека Марка Хильевича Фрейдкина, которого уже нет с нами, к сожалению. В какой-то момент я сочинил песню на два его стиха, которые не стали песнями при его жизни, а хочу ее спеть. Душа беспечная прозябла от разлук, я две недели не видал моих подруг, пускай расскажет им негромкий этот стих, Как я влюблен бездарно в каждую из них, как я влюблен бездарно в каждую из них. Простите, милые, неветренность мою, Как стыд мальчишки улеченного в оложи, Как близорукую тоску по соловью, Как безнадежную рассеянность души. Разлука ветреного сердца не жалей, Не отделяй его от горести своих, Скажи им ветер, Тимирязевский халей, Как я влюблен бездарно в каждую из них, Как я влюблен бездарно в каждую из них. В закоуках непонятного где-то, Посреди невероятного лета, С невозможной высоты двухэтажной, Падал в лужу самолёте бумажный, С драным носом и крылом перебитым, Он выделывал кульбит за кульбитом, Кувыркаясь по ступенькам эфира, Вверх тормашками из этого мира, Вверх тормашками из этого мира. Душа беспечная, Пройдя блат разлук, Я две недели не видал моих подруг, Пускай расскажет им Негромкий этот стих, Как я влюблен бездарно в каждую из них, Как я влюблен бездарно в каждую из них. Спасибо. Ну и хвастливая песня На стихи На стихи Арика Сигала, Аркадия Сигала Из города Ришина Когда я стану знаменитым И выйду в люди из массовки, Я сдам лёгки, Долги расправлю плечи, Свиню пальцеп на баритон, И сдам собрание сочинений, Куплю китайские кроссовки, Ищу андатровую шапку, Югославское пальто Меня окружал Хороводом. Старая эстеток и эстеток, Мой черновик На чёрном рынке Прокатит по тройной цене. В моей неброской Родословной Изучен будет Каждый предок И снобы, Снобы, Словно зомби Стадами двинутся Камня. И приползёт На тряпом брюхе Унылый, Старый и печальный Лид, Консультант, Много тиражки, Талантов, Яростный пастух И я скажу, Иван Иванович, Я вам, конечно, Всё прощаю. Он благодарно Зарыдает, Он благодарно Зарыдает, Он благодарно Зарыдает, И медленно Испустит дух Все, спасибо. Спасибо. Александр Коган Обратите внимание, что позитива в нем не меньше, чем в Алле и Геннадии Виксманов Вообще барды, всем любят говорить, что они поющие поэты Ученые спорят, верно ли это утверждение Одни считают, что да, другие считают, что нет Не так важно Но важно то, что авторская песня и поэзия, несомненно, соприкасаются Несомненно, перетекают друг в друга И замечательно существуют на одних и тех же сценах Михаил Сипер, замечательный поэт Спасибо Добрый вечер Ну, как обычно, выступая здесь, я предупреждаю, что вот здесь вот в углу Лежат книги, мои книги, которые можете подойти и взять совершенно бесплатно Но только после того, как я выступлю И прочту вам несколько стихотворений Немного Потому что люди поют тут песни, по три песни, значит, там шесть минут Я понимаю, я мог прочитать пять стихотворений, но я жалею вас, потому что вы ясно, что вы хотите, скорее всего, вернуться к столам и попробовать все-таки шашлыки, которые вы привезли Поэтому я начну с стихотворения И продолжу, и будет их всего три Пойдем с тобой попоем стихи каких-нибудь поэтов Еще не проступило лето, еще в сугробах водоем Еще луна блестит на льду, и ветер хрипотой наполнен Но подо льдом проснулись волны И ждут, когда я к ним приду Поглажу тихо, как щенков Что ласки ждут, и жизни рады Какой еще хочу награды Падение каких оков Морозом выбелен мой путь Блестит пустее стеклотара И врет чуть-чуть моя гитара Но я не вру И в этом суть Пусть звезды сквозь туман глядят И полумесяц спит двурогий Пока воздушной нет тревоги Пока ракеты не скрипят Во всей стране без двадцати семнадцать Зима темнеет, крупный плотный дождь Безумно счастье хочется помацать А мне кричат, ты не спеши, а бождь Над мокрой рощей ярких апельсинов Раздвинув тучи, мрачно зрит луна И хоры лягушат орут сквозь тину И истина сбежала из вина Я за стеклом, погода мне до фени Смотрю, как струи бьются об окно Укрыт я пледом непрерывной лени А большего мне видно не дано Я утонуть в своей строфе рискую Хватаю воздух, словно виски пью Судьбу себе искал я не такую Ну а какую? В лиссе и гильдию? Похоже, что с удачами надули Но я упорен, не придет беда А на груди висит на цепке пуля Из кибуца Беэри Навсегда И закончить я хочу стихотворением Которое я написал в 2009 году Понимаете? Когда-то Жванецкий говорил Или Значит Страна изменится, или я стану классиком Вот понимаете? Вот я написал в 2009 Ничего не меняется То есть я могу себя ощущать классиком Ни сказка Ни легенда И ни сон Над маленькой страной Кружится ворон Он равнодушен к разным разговорам И к уговорам равнодушен он Чернеют перья адской смолой Клюет он все, что видит без разбора И каркает при том Держите вора Испачкав землю кровью и золой Что б не творил он Не его вина Со всех сторон кричат Не трожьте птицу Пускай себе кружится и кружится А что? Клюет? Так видно голодна Сквозь белый день Темнеет небосклон Зерно прогнив Сочится из колосьев И среди лета Наступает осень И мой народ На гибель Обречен Он брошен всеми Бедный мой народ Он сам Один Никто не встанет рядом А ворон вьется Над опавшим садом И злобным карком Черный клюв дерет Чего тут ждать? Пора достать стрелу И лук согнуть Плетеной тетивою Чтоб ворона С пронзенной головою Швырнуть потом В помойку На углу Спасибо Михаил Сипер Я напоминаю Что можно Свободно взять Замечательные книжки Михаила И пользоваться Ими читать И радоваться этому Не каждый раз Такое редко Когда поэты Бесплатно Расстают свои книги Пользуйтесь На нашем фестивале Неожиданно Открылась Номинация Дебют Ну так получилось Поэтому сейчас Пожалуйста Будьте внимательны Будьте доброжелательны Поскольку На этой сцене Выступает человек Который практически Не выступал еще на Не только этой Вообще на сценах Лилия Осиновская Город Юрусалим И помните Это дебют 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 Лилия пожалуйста Кто знает Что будет потом Может померили Хорошо Да Итак Добрый вечер Автор К сожалению Не я Это Янка Дягилева Песня Пою Не придется Отползать От объявлений войны Во все четыре струны От узколобые сны Во все четыре стены От подгоревшей еды За все четыре беды От поколения зла В четыре черных числа Накинут старый мундир Протертый кем-то добыр Не придется обойтись Без синих Без синих сумрачных птиц Без разношерстных ресниц До переправить сутра Что и сложилось вчера Оставить грязный вагон И продолжать перегон По неостывшей зале На самодельной метле Раскинуть руки во сне Чтоб не запнуться во тьме Мне придется Променять Остачертевший опрят На смертоносный снаряд Скрипучий стул за столом На детских ритм за углом Винок испутанных роз На депрессивный психоз Психоделический рай На три засоба в сарай Мне все кричат Берегись Мне все кричат Берегись Итак, Алина Осиновская Еще недавно Петербург Теперь Иерусалим Это был дебют А вдруг когда-нибудь мы скажем А мы помним Как эта девочка Когда-то впервые вышла на сцену Вот А вернет нас В русло классической авторской песни Замечательный исполнитель Анатолий Гершаник Добрый вечер Ну я считаю, что авторская песня Бардовская Это вообще болезнь Генетическая Последствия этой генетической болезни Вы могли наблюдать В начале концерта Забудешь первый праздник И позднюю утрату Когда луны и колеса Затренькают по тракту А силуэт савинный Склонится с облучка И прямо в душу грянет Простой роман сверчка Пускай глядит с порога Красотка увядая Та добрая, та злая Та злая, та святая Что прелесть ее ручек Что жар ее берит Давай, брат, отрешимся Давай, брат, воспарим Жена, как говорится Найдет себе другого Какого? Никакого Как ты, недорогого А дальняя дорога Дана тебе судьбой Как матушкины слезы Всегда она с тобой Покуда ночка длится Покуда бричка катит Дороги этой дальней Для нас с тобою хватит Зачем ладонь с повинной Ты на сердце кладешь Чего не потеряешь Того, брат, не найдешь От сосен запах хлебный От неба цвет целебный А от любови бедной Сыночек будет бледный А дальняя дорога А дальняя дорога А дальняя дорога А дальняя дорога Я много лет пиджак ношу Давно потерся И не нов он Но я зову к себе Портного И перешить пиджак прошу Я говорю ему, шутя Перекроите все иначе Сулит мне новые удачи Искусство кройки И житья Я пошутил, а он чудак Серьезно так перешивает А сам-то все переживает Вдруг что не так Такой чудак Одна забота Наяву в его усердье Молчаливом Чтобы я выглядел Счастливым В том пиджаке Пока живу Он представляет Он представляет Это так Едва лишь Я пиджак Примерю Опять в твою Любовь Поверю Как бы не так Такой Чудак Опять в твою Любовь Поверю Как бы не так Такой Чудак В поход на чужую страну Собирался король Ему королева Мешок сухарей Насушила И старую матью Так аккуратно Зашила Дала ему Пачки махорки И в тряпочке Соль И руки свои Королю возложила На грудь Сказала ему Обласкав его Взорам Лучистым Покрепче Их бей А не то Прослывешь Пацифистам И пряников Сладких Отнять У врага Не зовуть И видит Король И его войско Стоит Средь двора Пять грустных Солдат Пять веселых Солдат И ефрейтор Сказал им Король Не страшны нам Ни пресса Ни ветер Врага мы Побьем И с победой Придем И ура И вот Отгремело Прощальных Речей Торжество В походе Король Свою армию Пере И начал Веселых Солдат Интендантами Сразу Назначил А грустных Оставил Солдатах А вот Ничего Представьте себе Наступили Победные Дни Пять Грустных Солдат Не вернулось Из схватки Военной Ефрейтор Морально Не стойте Жениться На пленной Но Пряников Цельный Мешок Захватили Они Играйте Оркестры Звените И песни И смех Минутной Печали Не стоит Друзья Предаваться Ведь Грустным Солдатам Нет смысла В живых Оставаться И Пряников Кстати Всегда Не хватает На всех Анатолий Гершанник Город Холон Еще недавно Город Днепр А теперь Город Холон Днепро Днепро Согласен Меня поправил Внутренний голос Завершает Нашу программу Замечательный Исполнитель Дина Либман Помогает ей Борис Шахнович Это чтобы Лишний раз Который Никогда не бывает Лишним Вы поняли Насколько Боря Замечательный И незаменимый Для этого Слета Человек Дина Либман Добрый вечер Думала Как составить Эти несколько песен Как их связать Между собой Но потом Решила не связывать Потому что Наша жизнь Сейчас она Такая разнообразная Веселая Веселая Грустная Полная надежды Ну вот поэтому Примерно так будут И песни идти Грустная Веселая А потом такая Песня Мечта С надеждой Голоса Песня Все Что пусто Что темно Впереди Вот так Она любит Меня Что пусто В груди Что темно Впереди Вот так Она любит Меня Меня Ах Мне бы уйти На дорогу Свою Достоинства Молча Храня Но старый Солдат Я стою Как в строю Вот так Она любит Меня Но старый Солдат Я стою Как в строю Вот так Она любит Меня А теперь Повеселее Евгений Клячкин Как осенний лист Закат Закат На землю Падал В паутине Бабье лето Как в дыму Что мне делать Если все не так Как надо И сама Не понимаю Почему Что мне делать Если все не так Как надо И сама Не понимаю Почему Не поверю Ни словечку Не поверю Лишь себе Ты доверяешь Одному Ты ушел Я не ждала Закрыла двери И сама Не понимаю Почему Ты ушел Я не ждала Закрыла двери И сама Не понимаю Почему Мне все Кажется Ты где-то У знакомой Ждать тебя Мне Вероятно Ни к чему Но опять Гляжу На трубку Телефона И сама Не понимаю Почему Но опять Гляжу На трубку Телефона И сама Не понимаю Почему Про друзей И про подруг Я Пазабыла И покоя нет ни сердцу, ни уму, неужели, неужели полюбила? И сама не понимаю, почему, неужели, неужели полюбила? И сама не понимаю, почему, как осенний лист закат на землю падал, в паутине бабье лето, как в дыму. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему. А теперь песня цыганская, народная песня. Я так подозреваю, что половину слов придумали мы с моими студентами когда-то, давным-давно. Но это была песня-мечта, песня-красота. ПЕСНЯ 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 Дина Лидман, Борис Шахнович Дорогие друзья, у меня вопрос, а потом пара реплик Вопрос Не сможет ли завтра кто-то отвезти в город Риховод нашего замечательного видеооператора Бориса Феликсона? Ему нужно завтра попасть туда, вдруг у кого-то есть свободное место в машине Тогда просто подойдите к Борису, вот он сейчас рукой машет, чтобы вы не перепутали его ни с кем И скажите ему об этом, он будет очень обрадован Второе, что я хотел сказать, это я хотел выразить огромную благодарность и признательность нескольким людям, без которых этот слет состояться не мог Во-первых, это Лиля Шахнович, которую вы все видели, потому что она встречала вас у входа в этот парк и забирала у вас деньги Лиля Шахнович Лиля, покажись, помаши рукой, может быть еще отстегнут Просто по привычке Ну просто помаши, ну спасибо тебе Вот Замечательный звукорежиссер, а также мастер по свету, благодаря которому нас всех и слышно и видно Давид Теппер, вот он на своем рабочем месте И человек, без которого этот фестиваль не мог бы состояться, потому что он, собственно, его и организовал Михаил Лившиц Вот, попутно напоминаю, что около сцены все еще можно приобрести книги Миши Сипера Не пренебрегайте этой возможностью Миш, ты хочешь сказать несколько необязательных, но приятных слов? Я хочу поблагодарить Дмитрия Коломенского за совершенно уникальный концерт Если честно, я просто в восторге Вот, и огромное спасибо вам Потому что, несмотря на то, что фестиваль на нас нагрянул неожиданно Вы пришли и вы остались здесь до конца концерта Это здорово и большое спасибо Понятно, для кого мы все это делаем Спасибо большое Не поддавайтесь, не поддавайтесь Поддались, поддались Ну Поддались, это традиция А что мы споем? Традиция, а что мы споем? А что мы споем? Что угодно, что угодно Что угодно мы не споем Ну хоть поднявший меч на наш союз, боже мой Не надо вредно для здоровья Поехали Даже если вы участвовали, но не знаете, сколько все равно выходите Андрей, ты знаешь эти слова Выходите ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы уже готовили старость, Свой непременный суд. А много ли нам досталось За жизнь таких винов? На дружном карнавале Торжественных невзгод. Мы что-то не встречали Торжественных суббот. Беруй, мой друг сердечный, Сдаваться не спеши, Пока течет он грешный, Неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободой, Кто знает, сколько раз. Боже, что такой субботой, Еще такой субботой, Божественной субботой Наш мир отдарит нас. Звони, не знаю, 12, например. Запомните? Может, я не очень, я выпил молочный. Это то, что я хочу.